ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, папа бывший начальник уголовного розыска, а мама у меня по сей день работает следователем. Из-за этого на их примере, можно сказать, у меня была с детства мечта стать сотрудником полиции. Прямо мечта была? Да, была. Не было вообще никогда, я пойду в дизайнеры, в менеджеры, в экономисты. Конечно, когда мы были детьми, какие-то были такие моменты, что можно было куда-то пойти водителем и так далее, но нет, конечно. А вот когда мечталось, я буду, не знаю, спасать людей или я буду наказывать преступников, что привлекало? Какая была романтика в этой профессии? Ну, знаете, можно сказать, что человек, он же вообще такая сущность, что непредсказуемая. И ты когда вообще в этой всей связи живешь, родители все время как сотрудники общаются, ты начинаешь уже понимать, что их какие-то моменты ты в себя впитываешь, и ты начинаешь уже думать наперед, что же ты будешь делать. И вот это, получается, общение с ними, получается, меня и как-то такую стезинку ставил. Индивич, скажите, а вот тогда, если вот такое было намерение и направление изначально заданное еще родителями, вокал, он когда появился? В момент уже, когда вы стали сотрудником и вот таким образом снимали стресс? Или же все-таки это как-то в юности, в детстве? Нет, естественно, это было в юности. Это еще с маленьких времен. Я закончил музыкальную школу по классу фортепиано. И после этого, да, я не оставляю это. Неужели не было никогда вот пойти либо в полицию работать, либо вот стану рок-звездой? А, вот такой, никогда? Ну, не было у меня такого. Конечно, я не оставляю это дело. Я всегда пою, занимаюсь творчеством. Помимо этого, также в разных других каких-то мероприятиях участвую и в своем городе, и в Иркутске. То есть я такой человек, разносторонний, можно сказать. Еще финальный вопрос. Скажите, есть ли вот такая песня «Силу»? Ну, у многих есть, да, человек гнутый не себе поет в моменты, когда вот особенно сложно, чтобы себя замотивировать, преодолеть вот это. Да нет, мне кажется, нету такой песни. Всегда, если ты когда поешь, ты уверен в себе. И ты, когда поешь, ты выходишь, отдаешь частичку себя людям. Целенаправленно идешь под этим делом. Мы готовы получить частичку вас этим утром. Здесь, я думаю, что наши телезрители уже тоже в нетерпении ждут. Что будем петь? Мы будем петь песню опера в этот замечательный праздник, День уголовного розыска. Отлично вам слово. Герман Гойпель, сотрудник головного розыска. Главная песня в главный день. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Прорвемся! Ответят опера! Прорвемся! Опера! Прорвемся! Прорвемся! Только вперед и только к лучшему! Пожелаю удачи! Пожелаем всем удачи! Всех с праздником! 100 лет уголовного розыска! Спасибо большое! У нас в гостях был Герман Викторович Гойпель, сотрудник уголовного розыска! С праздником вас! Спасибо огромное! И всех, кто трудится вместе с вами! Ну а прямо сейчас узнаем, что же любопытного происходило в этот день, 5 октября в истории!